Здравствуйте дорогие посетители сайта Вестник Цветовода. Мне бы хотелось немножко рассказать вам о секретах создания таких водоемов, о том, что развенчать может быть сложившийся миф о том, что это очень сложно, дорого. Это могут быть какие-то водоемы свободной формы, как мы называем пейзажные водоемы. И вот как здесь вы видите, можно собрать здесь какие-то водные красивые растения декоративные, запустить декоративных рыбок и наслаждаться этим водоемом, как будто бы вы находитесь на берегу природного озера. Существуют различные приспособления, вот как вы здесь у меня видите щипцы на длинной ручке, если мне нужно дотянуться до какого-то дальнего угла или что-то со дна, какой-то мусор поднять. Вы заглубляете этот секатор на ручке где-то сантиметров на 30-40 под воду, обрезаете побег, стебель и лист этот вынимаете. Чем хороши вот эти приспособления вы срезали, и так же как у секатора для роз, у вас этот лист удерживается, удерживается краями вашего секатора, и вы его просто вынимаете и убираете отсюда. Вот, коль скоро я заговорила о кувшинках, обратите внимание, вот за год, за год как разрослись вот эти кувшинки. Они были куплены стандартного размера в трехлитровых контейнерах, здесь два куста, и в прошлом году, конечно, цветение было не обильное, первый год посадки, да, но прошел год, и вот к концу года вы видите, как обильно даже сейчас уже конец сентября стоит, сколько бутонов еще на поверхности находится, которые дадут нам цветение. Но, хочу обратить ваше внимание вот на что, декоративные кувшинки цветные, которые мы часто по ошибке называем лотосами, это не лотосы, это действительно кувшинки водяные лилии, нимфеи, но они есть самых разных цветов, они холодостойкие, и многие просто опасаются их заводить, боясь, что там их придется на зиму куда-то убирать в контейнерах, в погреб и так далее, и так далее, убирать на большую глубину. Я поверх пленки насыпаю просто грунт, и как в природе, они растут в обычном грунте, насыпанном поверх вот этого гидроизолирующего материала, поэтому ничто не ограничивает их развитие, именно поэтому они так замечательно активно здесь разрослись. Цветут. Значит, сортовые кувшинки цветут, начиная с второй половины мая и до холодов. Если вот в этом году порадует нас погода, октябрь будет достаточно теплый, они будут цвести весь октябрь. Разница по сравнению с летним цветением в чем? Летом кувшинки раскрываются утром часов в 9, и цветут где-то до 16 часов. А в холодное время происходит такая интересная метаморфоза. Утром они стоят закрытые в бутонах, и только к середине дня они распускаются, и бывают открыты до ночи. Поэтому если у вас оформлено красивое освещение водоема, то вы еще можете наблюдать такую красоту вечером, в сумерках, ночной, ночью, когда интересно смотрится это цветение кувшин. Что еще хочу вам сказать? Я перечислила некоторые простейшие приспособления, помогающие нам в уходе за водоемом, и хочу обратить ваше особое внимание на такую простейшую вещь. Эти грабли продаются в любом садовом центре, но они выполнены из пластика. У них широкие зубчики, и ими очень удобно пользоваться, чтобы вычищать какой-то прибрежный мусор именно в пределах береговой линии. Можно подвинуть камушки, которые декорируют эту часть, можно вытащить, вот, к примеру, здесь лежит булка, которой питаются мальки, карася, да, можно поднять какие-то вот, в частности, здесь вот видно, ничитые водоросли. Их иногда называют еще волосы русалки. Я вам хочу сказать по секрету, что японцы, они молодцы, они не всходят в ступор в виде вот этих водорослей, они их используют для, высушивают, делают из них специальные губки, используют их для флористики. Вот, а мы очень переживаем по этому поводу, поэтому кто переживает, вот элементарно пользоваться вот такими простейшими приспособлениями, и можно их собирать. Они не мешают обитателям водоема, и обычно они не сильно размножаются. Но, как я уже упоминала, погодные, экологические какие-то нюансы, они влияют, безусловно, на обитателей и на жизнь водоема. Поэтому в таких случаях, когда вот как в этом году было невероятно жаркое лето, экстремально жаркое лето, конечно, некоторые водоемы цвели более активно, чем обычно. Для этих случаев существуют, и в продаже они имеются, биохимические препараты. Это не просто химия, ее не нужно бояться, это специально разработанные, как правило, они немецкого производства к нам поступают, биохимические препараты, разработанные специально для ухода за частными декоративными водоемами. Причем они есть специального назначения системные, то есть мутная вода, да, и вы там раз или два раза в сезон пользуетесь этими препаратами. Они бывают в порошке, бывают в растворах и так далее, в гранулах. Бывают универсального действия, то есть у вас, например, вы хотите что добиться? Чтобы вода была прозрачная, чтобы вода... Вот, кстати, мальки, если получится сейчас показать, мальки подплыли и пытаются кормиться от этого куска хлеба. Вот, значит, бывают универсального действия, когда вы одним препаратом можете решить несколько задач по очищению водоема. То есть разобраться с нитчатыми водорослями, с мутной водой, там с неприятным запахом и так далее. Еще раз повторяю, если ваш водоем нормального размера, не очень маленький, у него хороший объем воды, и вы все сделали правильно, то, как правило, надобности в таких препаратах не существует. И тем не менее, бывает, например, такая вещь. Вы выкопали котлован, застелили пленку, оформили водоем, надо воду напустить. Бывает так, что в некоторых садовых товариществах сама вода, которая течет из водопровода, она непригодна для водоема. Поэтому вот существуют препараты, которые могут модифицировать плохо подходящую. Например, вода, которая перенасыщена солями железа, кальция, другими какими-то фосфатами. Ее нужно довести до нормального состояния, подходящего для использования в наших целях. Да, значит, эти препараты существуют разной фасовки, от 250 грамм до 3-5 килограмм, и, соответственно, у них будет меняться цена. Но что я вам хочу сказать? Иногда полезнее покупать большие фасовки, которые вам хватит на целый год или на несколько лет, чем много-много маленьких. Это получается гораздо эффективнее и так далее. Вы просто должны поинтересоваться этими материалами на рынке, узнать их цены, узнать их назначение, и они очень помогут вам в вашей взаимодействии с вашим водоемом. Безусловно, если у вас есть водоем пейзажной свободной формы, пейзажного облика, пейзажного стиля, то совершенно необходимым звеном являются рыбки. Наблюдать за их игрой в воде – это истинное удовольствие, и для тех, кто понимает. Больше того, иногда пруды специально устраиваются, как рыбники, для того, чтобы содержать, разводить рыбу и потом иметь удовольствие закинуть удочку в свой собственный пруд. Я почему это говорю? Это не фантастика. Я вам уже говорила, что подобные материалы, гидроизолирующий материал, «Бутилкаучук», при помощи них можно делать пруды самого разного размера, огромного размера, соответственно, большей глубины, и использовать эти пруды именно для содержания рыбы. Так вот, коль скоро мы заговорили о рыбе, значит, их родных тоже нужно кормить в течение теплого периода времени. Вот для этого существуют специальные корма, причем они есть универсальные для любой прудовой рыбы, и есть специального назначения корм для кои, корм для карасей, для золотых рыбок, для линей и так далее, и так далее. У меня в пруду растут разные рыбы, сейчас они прошел уже, как это сказать, природная гибридизация. У меня кои скрестились с местными карасями. В этом году уже плавали 4-сантиметровые такие вот интересные гибриды, золотые рыбки. Но я вас когда приглашу к себе, мы об этом поговорим. А здесь просто на примере этого пруда хочу вам сказать, что здесь живут караси, местные популяции, и они вывелись, уже мальков много, и вот их можно подкармливать в течение теплого периода времени. Существуют специальные корма для рыб, и вот я вам сейчас покажу, что универсальный корм, который подходит и для крупной рыбы, и для мальков, обратите внимание, он разной конфигурации, размера и фактуры, есть совсем плоские фракции, есть более крупные, это предназначено для разных рыб по возрасту, разных рыб по породе, и этот корм очень эффективен. Прелесть этого корма в том, что это не только пища для рыбы, а в данном случае в них присутствуют компоненты, которые оздоравливают рыбу. Рыба не будет болеть присущими вот прудовой рыбозаболеваниями. Больше того, как бы она здоровая, веселая, подвижная, соответственно, те личинки, например, стрекозы, которые иногда могут причинять мелкой рыбе вред, нападая на нее, жуки-плавунцы, которые могут нападать на мальков, они не нападают, потому что и мальки, и взрослая рыба, она активно подвижна благодаря такому корму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова